Звук сирены, предупреждающий об атаке, ни с чем не спутать. У тебя есть буквально секунды, чтобы схватить детей и бежать в укрытие. А если ты едешь в машине, то нужно немедленно остановиться, выйти из автомобиля, лечь на землю и ждать. Молиться, что ракета пролетит мимо, равно как ее осколки. Или что ее собьет система «Железный купол». Израильская ПРО перехватывает примерно 90% ракет, выпущенных с территории сектора газа. Мои родные живут под Тель-Авивом, им очень страшно. И они не понимают, почему в цивилизованном мире, там, где существуют ценности, где много и часто говорят о справедливости, не слышит Израиль. Совсем. Обыкновенный антисемитизм на улицах Лондона. Этих мужчин задержали, британские власти их призывы осудили. Но это только один пример. По всей Европе в выходные акции протеста за Палестину. Там рвут израильские флаги и требуют наказать Израиль за убийство палестинцев. Все дело в том, что европейские и американские левые в ужасе смотрят на это, к примеру. В многоэтажном доме, который превратился в руины, работали в том числе иностранные СМИ, Аль-Джазира и Ассошиэйтед Пресс. Представители Цахала объяснили свое решение тем, что в здании, помимо журналистов, сидели разведслужбы группировки «Хамас». За час до удара о нем предупредили людей. Но это уже детали. Из газа приходят жуткие цифры. К утру понедельника число погибших палестинцев превысило 200 человек среди жертв более 50 детей. Как принять эту информацию и не возмутиться? Ведь правда? Каждая жизнь бесценна. Из этого исходят на Западе, когда оценивают происходящее на Ближнем Востоке. Каждая жизнь бесценна, без всяких сомнений. Только группировка «Хамас», признанная террористической, не только в Израиле, но и в США и Европейском Союзе, управляет сектором. Террористы не ценят жизнь совсем, равно как и права человека. В Газе средневековье, где женщины и геи не люди, где нет закона, государства, нет институтов, зато есть ракеты. А у Израиля есть система противоракетной обороны, которая спасает жизни израильских граждан. Поэтому Израиль перед европейскими либералами кругом виноват. Израиль, который за рекордные сроки создал в пустыне мощную страну, где есть не только армия обороны, но и здравоохранение, экономика, наука. В общем, страну для людей. И она, между прочим, помогает тем палестинцам, которые по разным причинам дома не нужны. Для меня палестино-израильский конфликт – единственный, пожалуй, случай, когда позиция коллективного Запада невыносимо однобоко, поверхностно и несправедливо. Сложности у Израиля не только с внешним миром, но и с настроениями людей внутри. Толпа вытаскивает из машины человека и избивает его, пока он неподвижно лежит на земле. Только потому, что этот человек – араб. А в городе Лот били, наоборот, евреев. Арабы жгли синагоги, школы и машины. Мэр выступил с отчаянным заявлением, признал, что не контролирует ситуацию и попросил помощи у центральных властей. Очень опасная ситуация. Какими бы ни были политические ошибки, допущенные израильской властью, ответом не могут и не должны быть ракеты по мирным городам. Среди израильтян в этот раз уже больше жертв, чем было в 2014 году, когда война длилась 50 дней. Владимир Путин высказался по обострению Палестино-израильского противостояния. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности. Россия предлагает провести в Москве встречу премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса. Ясно, что сейчас Москва пытается выступить главным миротворцем на Ближнем Востоке. У России выстроены относительно нормальные отношения с Хамас, который здесь террористической организацией не признан. А недавно делегация от группировки посещала Москву. Воспользоваться этими связями плюс добрыми отношениями Путина с израильским премьер-министром, чтобы вписать палестино-израильское урегулирование в перечень международных вопросов, где без России никак. Прямо как Сирии, да? Вот была бы удача.